Привет! Меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить новогодний десерт Шишка. Готовится он буквально за 10 минут из остатков коржей и крема от любого торта, но при этом станет необычным и оригинальным украшением вашего новогоднего стола. Ваши гости и дети будут в восторге, потому что этот десерт не только красивый, но и очень вкусный! Друзья, я также готовлю для вас видео с рецептом печенья Орео в ПП-версии. Это шоколадное печенье с нежной ванильной начинкой, которое по вкусу ничуть не уступает магазинному Орео. А благодаря отличному составу это печенье принесет гораздо больше пользы вашему здоровью и фигуре. Это видео выйдет уже совсем скоро! Подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить это вкуснейшее печенье! Для шишки нам понадобится ПП-печенье. Можно сделать его из любого теста на ваш выбор, из моего плейлиста ПП-печенье. Я использую оставшееся тесто после приготовления торта Пряничный домик. Все ссылки, а также состав моего теста я оставлю для вас в описании под видео. Тесто раскатываем толщиной примерно 3 миллиметра. Это нужно делать сразу на коврике или бумаге для выпечки. И нарезаем тесто на печенье. Проще всего это сделать ножом для пиццы. Можно и обычным, только не прорежьте коврик. Нам нужно получить ромбы разной величины. Примерно вот так. Перекладываем на противень и отправляем выпекаться в разогретую до 175 градусов Цельсия духовку на 20 минут. Готовое печенье легко ломается. Для шишки нам понадобится 200 грамм любых коржей. Хорошо, если они будут шоколадными, просто потому что внутренний слой будет немного виден через чешуйки. А шишка в идеале должна быть коричневая. Измельчаем коржи с помощью блендера в крошку. Сюда же добавляем 200 грамм любого крема. У меня и коржи, и крем остались от приготовления торта Пряничный домик. Но это может быть также PP Cream Cheese, его рецепт уже есть на моем канале, или даже просто рикотта или мягкий творог. После смешивания получается вот такая масса, очень удобная для лепки. Проверьте ее на сладость, возможно вам захочется подсластить немного. И очень легко выкладываем массу на подложку. Кусочек за кусочком получается высокая шишка. И руками придаем ей форму шишки. В самом низу чуть-чуть поуже, и сверху шишка сужается. Примерно вот такая форма получилась. И теперь самый увлекательный процесс, к которому прекрасно можно привлечь детей. Устанавливаем чешуйки. Снизу самые крупные печеньки. Чем выше поднимаемся, тем более мелкие выбираем печеньки. Я двигаюсь по спирали вверх. В процессе шишка выглядит довольно неприглядно, не волнуйтесь, все получится. Доходим до верха, и всю верхушку покрываем небольшими печеньками. Получается примерно вот так. И последний, завершающий штрих. Нужно посыпать шишку чем-нибудь белым. У меня это кокосовая мука. Красивый снежок можно получить с использованием сито. Очень простой и красивый десерт. Он точно получится у всех и точно понравится детям, создаст новогоднее настроение и украсит любой зимний день. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok